приветствую вас я к вам с гороскопом на октябрь наступил новый месяц я уверена что вам будет интересно что же он нам принесет тем более что месяц предстоит насыщенным как обычно в нашем видео для начала я расскажу какие транзиты какие астрологические события нам предстает в октябре и вторая часть будет о том что уже принесет этот месяц каждому из знаков зодиаком начнем с того что в начале месяца одно хорошее событие произойдет точно меркурий закончить ретроградное движение как и в принципе в середине месяца сатурн тоже прекратить ретроградное движение но конце в самом конце месяца 30 октября ретроградным начнет двигаться марс это событие происходит достаточно редко и поэтому здесь будет это может принести действительно какие-то события которые могут повлиять на общую мировую обстановку если говорить относительно каких-то других событий то помимо всего помимо ретроградного марса нас еще и ожидает коридор затмений коридор затмений которые уже в принципе начнет влиять на всех середины октября первое затмение нас ожидает 25 октября это солнечное затмение первым будет в этом затмение коридоре затмение на солнечное затмение и вторым затмение уже будет в ноябре это будет лунное затмение октябрь очень насыщенный по энергетике очень непростой следует это учесть но теперь давайте пойдем по событиям по каждому из событий отдельно 2 октября меркурий перестанет двигаться ретроградным но на самом деле в этом году ретроградового меркурия нам дадут предостаточно скажем так это не последний ретроградный меркурий в 2022 самом конце самом конце 2022 нас ожидает еще один период ретроградного меркурия но об этом мы поговорим обязательно в декабре следующее событие это 16 октября марс перейдет знак близнецы с одной стороны в принципе это немного смещит энергию масса жесткую энергию марс потому что марс близнецах он кому любит коммуницировать договариваться но с другой стороны марс близнецах также может давать какие-то поспешные решения и на фоне общей остановки начала влияния коридора солнечного затмения но это не самое простое положение тем не менее можно сказать что есть шанс скажем так договариваться в сложных ситуациях есть шанс договариваться в плане глобальных каких-то событий на уровне высшего руководства поэтому надеюсь что марс близнецах именно проявится в таких таких красках следующим событиям это 17 октября солнце переходит весы солнце весах чувствует себя ослаблено учтите что у многих могут быть проблемы с здоровьем пониженный иммунитет это период когда вы можете болеть простудные заболевания различные различного рода недомогания пожалуйста берегите себя и лучше какую-то профилактику ввиду смотреть да то чтобы вы не заболели может быть как-то укрепить иммунитет плюс уже с этого момента с середины октября начинает свое влияние коридор затмений поэтому желательно какие-то важные события на этот период не планировать лучше планировать что-либо на первую половину октября там еще что-то можно планировать потому что после и солнышко ослаблено да наш иммунитет наше внутреннее состояние и коридор затмений дает неожиданные какие-то события но повторюсь он на все будет влиять по-разному поэтому пожалуйста не стоит пеленковать а прежде всего нужно знать как именно персонально на вас будет влиять эти события следующим событием октября будет 18 октября венера перейдет весы и в отличие от солнышка венеры в весах чувствует себя хорошо потому что это знак венеры и поэтому здесь может быть какой-то прилив чувств эмоциональных любовных тех кто занимается творчеством это может быть период энтузиазма вдохновение отличный для этого период но и солнце соединится соответственно весах это время когда романтические отношения могут быть очень яркими нежными проявление заботы любви время каких-то помолвок способствует такое такой транзит это именно этим событиям следующим событием октября будет 23 октября сатурн прекращает ретро движение знаки козерога с одной стороны в принципе это хорошо так как сатурн в козероге он немного скажем так закрывает нас на каких-то обязанностях и он может приносить желание действовать больше до желания в плане труда он какие-то наши кармические прошлые задачи могут родовые проработки могут меньше на нас лет но следует учитывать что сатурн начинает двигаться в знак водолея постепенно которым придет перейдет уже в январе а сатурн водоле это реформатор это смена власти и это достаточно такой период глобальных изменений поэтому я не скажу что стоит пугаться сатурна в козероге но когда он прекратит ретро движение все же какие-то наши кармические задачи родовые проработки станут в меньшей степени на нас влиять следующее событие которое как раз откроет коридор затмений 25 октября нас ждет солнечное затмение веса несмотря на то что знак весы достаточно мягкий это солнечное затмение мягким не будет это возможность техногенного влияния на природу на в плане вот неправильное решение а людей может привести к каким-то глобальным катастрофам надеюсь что данное затмение не проявит себя именно в таком контексте если говорить на бытовом уровне это может быть перемены в сфере отношений помолвки свадьбы расставания принять решение о таких вещах и конечно этот период максимально пожалуйста будьте аккуратнее непростой нас ждет коридор затмений поэтому следует к этому приготовиться 26 октября меркурий перейдет знак весы и еще одна планетка перейдет присоединится к солнце венера который уже находится в этом знаке меркурий в весах это опять же романтика это желание углубиться в какую-то поэзию может сочинительство это более мягкая речь ну и в принципе с какой-то в какой-то мере витание в облаках очень сложно будет принимать какие-то соединенные решения потому что захочется отвлечься и последнее событие этого месяца 30 октября нас ожидает начало движения марса ретроградных и это событие не самое положительное потому что ретроградный марс это грубо говоря принятие решений на эмоциях это необдуманное решение и так как марс начинает двигаться ретроградный именно в коридор затмений соответственно в этот период могут быть события когда а глобально принимается какие-то решения которые могут повлиять на массы но нести не совсем такой положительный характер следует это учитывать пугаться точно не стоит но нужно понимать что текущий период он да он достаточно трансформационный он может приносить большие перемены и ждать что как бы период будет спокойным я бы не советую итак а теперь приступим к тому что будем рассматривать что же принесет данный период каждому из знака зодиака начнем с овна овен для овнов это неоднозначный месяц который может принести как с одной стороны скрепление семейных уз с другой стороны это может принести необходимость принятия решений быстрых решений нужно сейчас то есть необходимость собраться скажем так и принять решения которые могут быть вот на данный момент нужно до собраться и незапланированные скажем так решения финансовом плане с другой стороны могут быть очень хорошие финансовые возможности и неожиданные выплаты но месяц для вас не будет спокойным зато семейном плане до достаточно хорошее скрепление отношения и уютные уютные вечера и приятные моменты телец для тельцов этот месяц решения вопросов связанных с иммиграцией или переездом активными будут эти вопросы также будут актуальны вопросы связаны с детьми воспитанием детей планированием детей будут вот все эти вопросы актуальны вообще в этом месяце тельцы у вас он такой загруженный вам необходимо будет решать огромное количество различных вопросов связанных как бытовых бытовом плане так и с какими-то планами на будущем готовьтесь к тому что месяц будет очень и очень загружен близнецы близнецов могут происходить перемены в сфере профессиональной реализации и вообще смена фокуса сильная внутренняя трансформация происходит в октябре будьте к этому готовы будьте готовы к тому что можно может быть перемены и глобальной но большей степени у вас какая-то переоценка ценностей будет смена фокуса и вообще этот месяц он откроет как новое новое направление вашей жизни то есть вы постепенно октябрь он откроет возможности к тому что ваша жизнь может измениться очень сильно а в какую сторону зависит от того будете ли вы гибки или готовы к переменам или нет сейчас не время держаться за старой раки у раков могут прийти в фокус дела из прошлого отношения из прошлого могут возникнуть вашем горизонте также будут дела могут быть связаны либо с документами либо судебными какими-то разбирательствами ему опять могут быть для вас актуальными если это было прошлом на этапе какой-то заморозки очень важно следить за здоровьем этот месяц постарайтесь максимально следить здоровьем он ослаблен на тему здоровья в конце месяца возможны перемены в личной жизни какими они будут опять же зависит от того насколько вы развиваетесь в отношениях если отношения не имеют никакого развития сожалению они могут закончиться а может и получим и наоборот это может быть и полновка и сближение совместное проживание самый главный фокус пожалуйста раки на здоровье берегите себя как ментально так и физическом здоровье тоже лев для льва энергия месяца неоднозначна очень много будет меняться очень многим переменам нужно будет привыкать привыкать к тому что опять заново строить планы да но этот месяц он такой он очень подвижный поэтому львы будьте к этому готовы возможны поездки новое знакомство бизнес знакомства переговоры бизнес партнерство этот месяц может принести очень много разнообразной информации приходит новых людей и необходимость приспосабливаться к новым обстоятельствам дева для девы это месяц фокусировки на себе здоровье внешность внутреннее состояние а это месяц не для работая это месяц для восстановления внутреннего ресурса пожалуйста используйте именно именно для этого также могут решаться какие-то вопросы связанные со сферой недвижимости актуально для вас девы весы айсов появится много новых идей и также появится желание полностью изменить свою жизнь но действовать в этом месте не нужно планировать можно пересмотреть какие-то планы на будущее можно но действовать пока не нужно месяц благоприятен как раз для планирования для того чтобы убрать что мешает двигаться дальше для внедрения новых идей а активничать можно чуть попозже и сам скорпионы невероятный для вас месяц во-первых сам коридор затмений для вас очень очень сильно может на вас повлиять повлиять так что могут случиться судьбоносные какие-то события которые могут разделить жизнь на до и после это отличный месяц для скорпионов для прокачивания личных навыков и качеств работы с психологом работа в сфере каких-то эзотерических направлений чтения новых литературы знакомства с новыми людьми это в месяц невероятного как вот ракета роста для скорпионов используйте его а относительно событий судьбоносных просто постарайтесь понять что же именно они вам принесут и в принципе это могут быть очень хорошие перемены стрельцы для свецов будет очень актуально решение вопросов связанных деньгами и причем решится как-то это все очень положительно у вас могут появиться какие-то возможности дополнительного заработка вы сами можете тоже рассматривать такие возможности получать новые знания новые навыки рассматривать какие-то новые для вас направления в общем все про финансы и про возможности также вы можете подумать об улучшении жилищных условий козероги у козерогов будет концентрация на обучении и получении новых навыков очень важно не держаться вам за старое быть готовым к переменам козероги время сейчас меняться время когда где комфортно не всегда может быть хорошо в будущем просто учтите этот момент водолеев водолеев окончание одного этапа и начало нового воссоединение может быть воссоединение с родительской семьей как какие-то вот семейные ценности войдут больше в вашу жизнь можно сказать что после 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 этого месяца до водолеи грубо говоря впадут в спячку до февраля и соответственно как бы здесь может быть такая ситуация что и активничать не захочется много и ментально захочется как-то отдохнуть скажем так ну такие такой спокойная зима в плане внутреннего состояния для водолея в принципе что можно практиковать рыбы для вас будут актуальны помощь другим помощь семье но у вас в принципе такой период а поэтому вы будете как это благотворительности заниматься проектом решения вопросов связанных близкие если к вам придутся этими вопросами но это может быть действительно важно пока фокус туда пока тогда но эмоционально будет месяц для вас достаточно благоприятным в конце видео я бы хотела сказать что я хотела бы поздравить всех весов с наступившим наступающими днями рождения весы вы наши создатели красоты моды вы нас радуете своей эстетикой вы нас уравновешиваете мы вас благодарим точнее я как астролог за это с днем рождения вас побольше красивых моментов цветов и вдохновения на этом у нас у меня все я желаю вам отличного месяца октября и всего вам хорошего